В Писании есть места, которые смущают нас своей радикальностью. Например, Матфея 5.42 «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Ну круто, да? И что? Вот это каждому... Ну, в Писании есть ответы, это просто отдельная проповедь должна быть, может быть, когда-то она и будет. Матфея 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих и так далее. И благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих вас». И на основании этого наворочено очень много всего, и христианского, и псевдо-христианского, потому что оно не на Писании основано все это дело. Поэтому, ну, а вообще-то, ну так вот оно, да, сразу, в общем, ну так радикально оно заставляет. Это и все, кстати, из Нагорной проповеди. Из Нагорной проповеди – это как бы сборник, скажем так, высказываний, проповедь, проповеди Иисуса. Это не одна проповедь была, скорее всего, как говорят исследователи. Это было много проповедей, их просто так скопоновали. То есть это учение Иисуса, и оно радикально. Мы, кстати, об этом мало проповедуем, друзья. Мы мало об этом проповедуем, но я сегодня немножко, как бы, тоже, как бы, буду, ну, попытаюсь коснуться вот такой вот радикальности. Потому что, смотрите, еще есть одно место, которое, ну, меня, скажем, тоже так вот оно меня смущает. Вот, потому что я понимаю, что, ну, вообще-то, как-то так не сразу его исполнишь. Римлянам 12.10. Вот на основании, как бы, это я буду вот вокруг этого говорить. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Понимаете? Ну, братолюбие я еще как-то пойму. Почтительность, ну, с оговорками тоже как-то можно представить себе, да? Ну, вот эту вот нежность в отношениях, пойму. Да с чего будет оно вообще-то, да и как оно должно выглядеть, вот, понимаете? И почему оно вот так вот Равша Уль нам пишет, понимаете? Ну, с нежностью будьте братолюбивы, понимаете? Вот, ну, радикально оно как-то. Как-то, ну, не совсем оно понятно. Ну, да, мы же должны любить друг друга. Вот мы много на эту тему говорим. Ну, вот я попытаюсь сегодня, как бы, вот поговорить на эту тему и больше говорить не, отвечать не на вопрос, как, а вопрос, почему. Ну, вот почему с нежностью? Почему братолюбивы, да? Ну, почему в почтительности и так далее? Ну, обычно, когда говорят об отношениях, я больше буду говорить об отношениях в семье, в общине, ну, о некоторых аспектах. То есть я не буду выдавать развернутое учение об отношениях в общине, друзья. Но эта тема, она неподъемная, сразу, ну, для одной проповеди, понимаете? Это просто цитат наговорить, да, вот и все, понимаете, из мест Писания. Потому что любое послание, половина теологическое, половина практическое. Как вот эту вот теологию практиковать в жизни? Ну, попробуй все это делать, да? Я буду говорить некоторые аспекты, которые, ну, помогут нам как-то вот разобраться вот в этих нежностях, там, братолюбиях, там, и так далее. Понимаете? Ну, почему это? Ну, особенно, знаете, это может быть интересно для человека, который недавно пришел к Богу, Ну, а здесь ему вот такие вещи говорят. Вот, ты должен любить и женщин? Да нет, там немножко другое. Нет, это о братолюбии говорится, ага, с нежностью. Ого! Понимаете, ну, вы понимаете, да? То есть что-то же за этим стоит, понимаете? Вот, то есть мы как-то разбираться, нам необходимо в этом разбираться, в этой радикальности. Так вот, обычно обращаются, сразу обращаются к Новому Завету. Вот, ну, почему? Потому что в Новом Завете там все понятно. Вот, будьте братолюбивы, да? Все, вынь, доположь, то есть давай исполняй. Вот, то есть там как бы вот директивно, ну, то, что директивно, там больше увещевательно, иногда предписывающе, но апостолы, они говорят о наших отношениях, уже как бы, знаете, саккумулировано. Вот, все Писание, да, раз, оно как-то вот аккумулируется вот в этих вот посланиях, ну, в речениях Ишоа, да, и, соответственно, потом в разъяснениях и в чем-то новом добавлениях апостолу. Потому что они и Ишоа слушали, и Писание они знают, и они могут все это дело, они могут нам донести до нас, ну, понятно, понятно. Ну, для современников они же писали, вот, ну, мы тоже, слава Богу, письма сохранились, вот, они, и, ну, значит, и мы теперь знаем, о чем они писали. Вот, и я поэтому, ну, с одной стороны, понятно, почему к Новому Завету, да, и, как правило, когда говорят об отношениях, вот, ну, вот так вот и говорят, вот, смотрите, вот Писание говорит то-то, то-то, давай, и я вот, ну, как бы, проповедующий, он разъясняет, вот, что это обозначает. Я, как сказал, мы, суки, пойдем немножечко, ну, наверное, изначально, да, надо посмотреть, ну, то есть, ответим на вопрос, ну, почему и зачем, зачем это необходимо. Поэтому давайте обратимся к тому времени, о котором говорит Божье Слово в начале. Ну, а тем более мы же как раз и изучаем сейчас, да, начинаем изучать, и будет интересно нам, как бы, тоже поразмышлять, вот, на эту тему. Значит, смотрите, Писание говорит нам, что человек создан по образу и подобию Божьему. Обычно, когда об этом говорят, то подразумевают, что в эти понятия входят интеллект, воля, чувство, да, творческое начало. Ну, как правило, вот эти вот четыре, как бы, показателя. Почему? Да потому что другие творения, они не имеют вот этого, ни интеллекта, ни воли. Ну, волю, может быть, они имеют, вот, но, по крайней мере, и чувства они имеют. Ну, интеллекта точно не имеют, ну, и творческого начала, да, вот. И это правильно, это правильно, но обычно не упускается, когда мы говорим о подобии, да, вот, не упускается, упускается вот это внутреннее единство составного множества нашего Бога. Понимаете? То есть мы говорим, да, Бог, вот, то есть мы подобны, потому что, значит, вот так, вот так, вот так. Но этот вопрос, он, он как бы упускается, он потом, ну, в других местах всплывает, всплывает, да, вот, ну, как-то по-другому и немножечко как-то так размыто. Вот, я чуть-чуть вот попытаюсь скомпоновать вот это. В чем внутреннее единство Бога, вот, чем оно нам полезно, как, ну, вот, всеми, а чем оно нам полезно, там, в общине нашей, да, вот, вот, на вот этом я больше сосредоточусь. Вот, недавно мы изучали первый раздел Тора, и там были вполне понятные намеки на множественность внутри единого Бога. Но раввинистический иудаизм это отрицает, ну, и при том не очень убедительно. Вот, я, у меня есть такая большая Тора, под, 2008 года, под редакцией главного раввина Великобритании. Хороший комментарий, я с удовольствием пользуюсь. Вот этот вот в первом, понимаете, очень интересно он говорит. Например, он признает, что имя Бога, Элохим, обозначает множественность высших сил. Он говорит, ну будет более правильно почему-то читать как источник высших сил. И здесь сразу раз как-то так множественность она уходит. Там, где Бог говорит сотворим человека, он признает, что глагол стоит во множественном числе. Но говорит, что это обозначает некие сомнения и раздумья. Вот почему обозначает? Я не знаю. Почему он так решил? Я не знаю. Но говорит, вот обозначает вот так, вот вы должны мне поверить. Ну я не очень верю этому, понимаете. Ну вы понимаете, да, уровень отрицания, так вот скажем. То есть говорит, да, это так, но это вот трошечки не так, и вот оно все по-другому звучит. Ну я не буду здесь как бы трактаты говорить там о множественности. Мы просто отметим для себя, да. Мы отметим, что уже с первой страницы, с первых страниц Писания Торы мы видим, что Библия дает вполне ясные, ну назовем это намеками, да. Намеками, вот на то, что Бог, он какой-то такой интересный, да. Вот что-то внутри него еще кто-то есть, ну какой-то такой вот необычный. Вот он не такой человек. Хотя почему не такой? Знаете, мы себя тоже неплохо чувствуем, будучи духом, душой и телом, да. Ну есть некоторые плохо чувствуют, и для этого есть специальные больницы. Вот, а так в целом человек чувствует себя вполне, как бы нормально, адекватно, да, будучи в принципе тоже триединным, да. Ну это так оно, это не факт, это как бы такое. Итак, это первое мы отметили, да, просто мы отметили, что Бог, это составное, Бог, Писание с самого начала говорит о том, что Бог имеет некое составное, впоследствии оказывается единство, да. То есть здесь сразу не сказано, что единство, но он какой-то интересный, он многогранный какой-то, ну в нем как-то по-другому все, чем у нас, у человеков. Следующий момент, Писание говорит, что все творение свидетельствует о славе Божьей. Да, вот мы читаем Римлянам, там другие места, все свидетельствует, там псалмы читаем, вот, все свидетельствует, там день в дню передает вот это вот, об этой славе, да, ночь в ночь об этом вещает. Вот, то есть когда и звезды, и солнце, и луна, они настолько, ну это такая мощь, да, вот эти триллионы-триллионов километров, эти миллиарды-миллиардов звезд, это солнце такое, которое там миллион раз больше, чем земля, это луна какая-то такая необычная, да, и все оно настолько целесообразно. Это земля, вообще-то камень какой-то, вокруг него воздух именно такой, какой он должен быть, там доли каких-то процентов и все, и уже ничего живого не будет, понимаете, или там какой-то полпроцента. А оно есть, и вот это все, оно говорит о величии, о его могуществе, да, то есть оно, это реально так. Но если это, оно говорит о могуществе, то оно как бы говорит о величии, как бы с внешней стороны, да, то есть мы смотрим и внешне говорим. Вот. Но если мы, человеки, да, мы созданы по образу и подобию, то очевидно, что то, что в нас, оно должно являть тоже славу Божию. Ну это очевидно? Но если он все создал для себя, если все, оно все вещает о славе Божьей, то что может в человеке вещать о славе Божьей? Образ и подобие. То есть образ и подобие во всем, оно может вещать. То есть если все окружающее наше действительность вещает о его внешней стороне, то наше подобие, оно должно вещать. Я говорю должно, я не говорю вещает, да, но должно. Оно запланировано Богом так, оно задумано. Наше подобие, оно должно вещать о его славе. То есть все творение, глядя на нас, они должны понимать, что это идет, условно говоря, образ и подобие Божьими. И оно, я верю, так поначалу оно было, и творение, оно видело это и склонялось перед этим. Потому что человек не шел по лесу, не ломал, не трощил, не убивал там этих зайцев и так далее, да. Вот. Но он вел себя подобающим образом, так как вел себя Бог. Вот. Но потом что-то произошло. Итак. Наша слава – это отражать качество Бога в своей жизни. Филиппийцам 2.15. Чтобы вам быть... Так, сейчас показаю. Я хотел здесь чуть-чуть так это... Придержать. Ну, смотрите, обычно говорят, значит, смотрите, вот о славе Божьей, я множество друзей, я просто сталкивался с этим сотни раз. Ну, вот, говорят, ну, например, вот верующие братья и там, и служители, и пастора, я хочу, чтобы было больше славы. Ну, вот, вот, представляешь, человек заходит в общину, да, поднимается, а здесь сестра к нему подходит и говорит, так говорит Господь. Там, ты там, ты вот пришел сюда, потому-то, и он садится, вот, и у него там болит нога, и вот здесь сразу за него молятся, значит, и он это, и он там сразу исцеляется и так далее. Я так хочу, чтобы было больше вот этой вот славы Божьей и так далее. Ну, я хочу вам сказать, друзья, что этой славы было у евреев, когда они бродили по пустыне, да, у них было полно, каждый день, написано, одежда не ветшала, вот, еда у них ниоткуда, вода из скалы шла, понимаете, никто не болел. Они там вымирали, вот, ну, видимо, в свое время, там, достигали определенного возраста и умирали. Вы понимаете, вот этой славы было полно, поэтому, что мы можем сказать? Ну, это, это важная составляющая, которая, как бы, сопровождает жизнь победоносную, как мы говорим, жизнь верующую. Да, это должно быть, мы мечтаем об этом, мы хотим, и я, в том числе, хочу, чтобы этого было больше, но, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными, то есть праведными, среди строптивого и развращенного родом, которым вы, что, сияете, являете Божью славу. Представляете, оказывается, не вот это вот, да, даже не количество пророков в общине, а сияние Божьей славы, то есть отражение Божьего естества в нашей, ну, в нашей общине. Ну, вот как это, друзья, ну, каким образом? Ну, будем рассуждать, понимаете, я не дам вам готовых ответов, там, и так далее, я больше склонен, вот в этом, знаете, вот есть случаи, когда вот ты скалкиваешься с этим, и ты понимаешь, да, ну, трудно сказать, ну, да, надо, вот так вот надо делать, и так далее, а ты идешь и не делаешь, да, об этом, в принципе, и Павел говорил, и хочу, да не могу, не получается у меня, здесь же, здесь же ты такой, ну, все, я буду уже, я буду сдержан, я никогда не скажу, а потом, как напхаешь с истрекой, ну, понимаете, вот это вот, помилуй нас, Господи, короче, друзья, ну, вот, вы понимаете, вот, что Бог от нас ожидает, ну, что задумал, что хочет Он от нас, как, вот, как от каждого из нас, как от общины, Он хочет от каждого из нас. Отображать Божье естество. Вы знаете, первым людям Адаму и Еве было легче отображать Божье естество. Ну, во-первых, им никто не нашептал на ухо еще, ну, когда они были еще там до греха, да, они не знали вообще, что такое греха, даже не подозревали, все классно, вот, все, все отлично, они смотрят на Бога, они видят Его, как Он есть, вы представляете, они видели Его, вот, какой Он есть. Вот. И они понимали, если я, вот, Бог, да, если я Его образ и подобие, значит, я тоже должен быть таким. Все, вопросов нету. И они тоже, Бог давал им сил, они тоже, то есть, они вели себя подобающим образом, то есть, ну, естественно, правильно, вот так вот скажем, да, будучи чистыми и незапятными. И вот эту славу они отражали в окружающий мир, и, как я сказал, весь мир окружающий, все эти слоны, тигры и так далее, которые в это время жевали только траву, никто друг друга не ел, там, блок всяких вож, они не чесались, ничего этого не было, не было всяких колючек, там, терниев и так далее, все росло, палочку воткнул, выросло дерево, на нем помидоры. В общем, вот так вот оно было, и они отражали славу Божью. Но из-за непослушания Богу этот образ был искажен, он не исчез, он был искажен. Я думаю, дальше уже идет мое понимание, я никогда не утверждаю, знаете, что я говорю там истину последней инстанции, я думаю, то есть, мне дано право думать и как бы видеть то, что я смог увидеть. Что прежде всего была утрачена чистота человеческого естества и способность понимать Бога, какой Он есть. Почему я об этом говорю? Да потому что первым же делом они испугались Бога. Вот до этого они стремились к Нему, бежали к Нему, да, вот когда он приходил, папочка, ну, я не знаю, что они говорили, но как-то они говорили ему, да, вот, как-то они общались с Ним, вот. А теперь они испугались и спрятались в этих кустах. Бог изменился? Нет, они изменились, что-то внутри них произошло. Исайя 59,2. Ну, беззаконие ваши провели разделение между вами и Богом вашим. Вот оно что произошло. Разделение. А к чему привело разделение 1 Коринфянам 13-12? Теперь мы видим, как бы, сквозь тусклое стекло, да? Ну, теперь вот мы, люди, видим, как бы, сквозь тусклое, и они, что в них произошло, ну, это моя версия и понимание, вот, они перестали видеть Бога таким, каким Он есть. Что-то стало между ними, какое-то вот это тусклое стекло, вот оно мы видим, оно уже потом, Павел об этом говорит. Теперь мы видим это будущее верующим, это будущее апостолом Павлом. Ну, то есть, праведнее, ну, труднее представить человека, да? Ну, в нашем понимании, по крайней мере, да? Вот, то есть, он праведный, он святой человек во всех отношениях и так далее. Но он говорит, мы, он не отделяет себя, он говорит, мы видим, как сквозь тусклое стекло. Гадательно. А тогда, ну, там уже, это будет лицом к лицу, как у Адама и Евы. У них это было, а нам это только еще представить. А теперь сквозь тусклое стекло. Теперь я знаю отчасти, а потом я познаю, ну, как оно есть. То есть, я познаю, в том числе и Бога, вот, таким, какой Он есть. То есть, нам, людям, ну, затруднительно познавать Бога таким, как Он есть во всей полноте, я имею в виду. Части касаются, в том, что нам открыто, да? Вот, мы можем познавать, почему? Потому что Ешо, он возвращает нам вот эту вот чистоту, способность. Он очищает, ну, смотрите, друзья, такой вот момент. Обычно всегда говорят, знаете, Ешо, допустим, Он делает меня там святым, совершенным и так далее. Да, сто процентов, согласен. Святым, отделенным для Бога, совершенным. Совершенным, способным, способным двигаться и познавать Бога и служить Ему. Только способность. То есть, если человек пришел в общину, да, он покаялся, действительно, он хочет, ну, у него, он святой, сто процентов, он отделенный для Бога, но он не тот святой, знаете. Ну, как, короче, там, в кельях, там, и тогда, как обычно святых изображают. Вот. Он святой, отделенный, его жизнь, она уже посвящена Богу, он способен, но он еще не совершенен настолько, он только встал на путь, он еще смотрит на Бога, на вас, на людей, он смотрит как сквозь тусклое стекло. Но он способен протирать вот это тусклое стекло. И вот, смотрите, 1 Коринфянам 1,30. От него и вы во Христе Иисусе, который сделал для нас премудростью от Бога, праведную освящением и искуплением. Он сделал для нас освящением. Освящение – это вот, условно говоря, протирание вот этого тусклого стекла. Чем более святый, то есть мы тем больше протираем, да, писанием, общением друг с другом, словом, молитвой, там, ну, многими вещами христианской жизни мы протираем. Мы протираем, почему нам нужна христианская жизнь многогранная? Потому что она помогает нам очищаться. Вот это внутреннее тусклое стекло познания Бога, его замысла относительно нас, относительно семьи, общины, да, она позволяет протирать именно наше, не она, а наше освящение. Вот почему, друзья, мы прежде всего призваны искать Бога. Ну, чтобы найти себя. Если мы не найдем Бога, мы же себя не найдем. Потому что мы же его образ и подобие. Адам смотрели, видели, да, и превращались в него. Им предстоял пройти там еще путь определенный. Они были совершенно, но они не знали Бога во всей полноте, им предстояло еще познать. Он перстный был, помните об этом, да? Он еще не был, значит, ну, как бы полное его, условно говоря, духовное совершенство. Оно еще не произошло в тот момент. Он был перстным, но чистым. А нам надо протирать вот это тусклое стекло для того, чтобы познавать Бога. И все, чему служит община, друзья, ну, это прежде всего только этому. Вообще община, она прежде всего для этого. Потому что если люди будут знать Бога, как Он есть, и они будут стремиться, стремиться, преобразовываться в Его образ, мы, то есть, имеется в виду, верующие люди, я имею в виду. То тогда они будут и делать, и дела. В общем, все будет, у них будет происходить, ну, на автомате, условно говоря, да? То есть, если ты преобразуешься в Его образ, ну, конечно, ты будешь поступать, как Он поступал. Ну, так Писание об этом говорит. Ну, вы поступаете, то есть, если вы были такими, там, Писание говорит, в одном месте, ну, то вы бы поступали, как Он поступал. Ишуа, да, по-моему, говорит об этом. Вы бы так поступали. Ну, это Он спорящим с ними говорил. И вот смотрите, какое дело. Согласно Писанию, человек, человеку трудно познать Бога. Вот если мы посмотрим все Писание, друзья, мы не увидим там обращения к человеку, который находится там на безлюдном острове, да? И, как бы, это, ну, к нему вот и так должен. Он все время обращается во множественном, вообще, всегда обращается, все Писание, оно обращается к народу. Даже, даже, если к личностям отдельным, то как к представителям народа, пророки, цари, там, псалмопевец, там, и так далее, понимаете? Все, значит, обращается к народу. Вот. Почему? Да потому что человек, он не способен сам. У него нет, вот, к этому не заложен такой. Бог заложил в нас вот эту вот особенность стремиться друг к другу. Человеку без человека плохо. Человеку без людей плохо. Он превращается в животное, вот, сам по себе. Ну, мы знаем, Маугли там и так далее, да? То есть они ничем не отличаются и живут инстинктивной жизнью так же, ну, дети, которые попадают в воспитание, там, обезьянам. Такие случаи уже неоднократно не были отмечены. И так человек не может самостоятельно познавать Бога и приобретать его образ, тем более в каком состоянии? В замутненном, в испорченном, нечистом состоянии. Мы рождаемся нечистыми. Мы не грешниками рождаемся, друзья. Мы просто рождаемся нечистыми. Ну, что, ребёнок, он же не грешник. Вот. У него просто исчезла вот эта вот чистота. Она была, передаётся уже нечистота через гены там каким-то образом. Она передаётся духовным образом. Она передаётся ребёнку. И ребёнок, он не способен принимать вот эту вот Божью святость, да? Вот. Они не то, чтобы с удовольствием, они инстинктивно обманывают. Кто их учил? Да никто им не учил. Кто их там это делать какие-то нехорошие вещи? Ну, удивляешься же, правильно? Вот так вот мыслить каким-то образом вообще непонятным. Вот. Никто. Почему? Они рождаются такими уже. Вот. И задача, вот. И поэтому задача как бы из семьи. Ну, это отступление делают, да? Прежде всего возвращать вот эту вот чистоту. Почему мы должны ребёнка воспитывать вот, ну, чтобы вот они рожгли в Доме Божьем, да? Чтобы в семье, допустим, семья была полной, был отец, отец был первосвященником, чтобы мама также учила ребёнка и так далее. Вот тогда вот этот Божий план, он восполняется. Ну, как только где-то получается разрыв в чём-то, вот. То есть получается прореха в этой очищении ещё, или наоборот ещё замутняется, да, потому что некоторые родители, они хуже врагов для детей, к сожалению. Так вот, Бог, он... Понятно, что он знал, да, что человеку нехорошо быть одному, да, что ему трудно, ну, достичь того состояния, какое у него должно быть. Вот, а вообще-то, смотрите, вот я об этом часто говорю, но на всякий случай тоже напомню. Друзья, вообще-то Писание, оно говорит об одном. Оно говорит об отношениях Бога и человека, о том, чтобы они были утеряны. И дальше вся Библия говорит о том, как вот эти отношения возобновить, обновить, да, и исполнить Божью волю. Писание начинается хорошо, оно и заканчивается хорошо, потому что Божья воля, она исполняется. Да, мы знаем, что и земля обновлена, и небесный Иерусалим, и так далее, и люди обменены, нечистивцы, они исчезают, торжествуют справедливость. То есть всё Писание, оно об одном. Я тоже об этом же говорю. И что бы мы ни делали, о чём бы мы ни молились, оно всё об одном и том же, о том, как нам найти Бога, да, и как нам исполнить Его волю. Итак, предвидя будущее, Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному, и создал семью из мужчины и женщины». И знаете, какое первое откровение о семье получил Бог, то есть получил Адам? Он говорит, так, она от моей плоти, она от моих костей, поэтому я прилеплюсь к ней. Логично? А по-моему, нелогично. Если она частичка меня, то чего-то я должен прилепиться к ней. Ну как бы логичнее, чтобы она прилепилась ко мне. Ну логично, ну так вот, по нашей испорченной человеческой логике, так вот хочу сказать. Ну как бы вроде бы более логично, да? А Адам без всякого этого, без всякого сомнения. Поэтому я прилеплюсь к ней. Так должно быть. Хотя нелогично, если она от тебя произошла. И дальше я делаю комментарии. Вот как сегодня Игорь, он там говорил об этих разбитых идолах, он имеет право об этом там говорить, потому что это же там, мидроши, знаете, это интересно и прикольно иногда. Я говорю в свой комментарий. Смотрите. Я верю, что Адам понимал составное единство Бога. Ого! Ну я верю в это. Почему? Ну я потом объясню. Смотрите, если сын исходит из отца, и он воспринял это так же, как образ, ему стало понятно, что, как ему с женой строить свои отношения. Они должны быть настолько близки, как у сына и отца. Вот, ну в моем понимании. То есть вот эта нелогичность, она была для него логичной, потому что он видел некий пример. Ну опять же, это мой мидраж, или как там, мое толкование. Я имею право. Ваше принимать или не принимать. Поэтому, значит, мы должны с женой быть настолько близкими, как одно тело, как отец и сын. Я не могу здесь сказать про духа. Но смотрите, почему я об этом говорю, что такое может быть? А вот смотрите, это же мы говорим о первых страницах, а последней странице, последняя страница, о чем говорят. Откровение 22.3. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы в нем будут служить. А? А почему такое не могло быть в начале? Ну то есть, если мы увидим престол Бога и Агнца, то почему такое, почему Адам не мог быть в начале? Ну то есть, вы понимаете, да? Ну еще там, кстати, Откровение 22.17 сказано, и дух, и невеста говорит, прииди Господь. То есть, и дух там есть, все нормально. Ну, так, еще раз говорю, это мой медраж, который, ну как видите, имеет определенное основание, да? То есть, если на последней странице мы видим их троицу, да почему? Адам и Ева не могли видеть в самом начале, а тем более, Ешо, он говорит, я прежде, еще создание мира я имел славу. Вот в это время Ешо имел славу, и Адам и Ева, они вполне могли понимать. Ну, там на небе в свое время мы спросим, потому что это будет очень интересно, наверное, да? Вообще, как это все там произошло в самом начале. Друзья, ну, это так, это просто для интереса, да? Чтобы мы не спали. Вот, значит, ну, независимо от того, ну, мой медраж, он верен или нет, независимо от того, правильно это или неправильно, ну, чисто теологически, может, мне могут возрастить, мы, если мы говорим о семье, то мы видим, что семья, она тоже отражает природу Божию. То есть, если, смотрите, вот, вот глядя на образ Писания, на образ Божий, в Писании мы видим несколько личностей, которые имеют между собой определенную иерархию, да, мы же понимаем, что Бог, Сын шел от Бога, а Дух Святой и от Бога, и от Сына. А, кстати, дети от кого-то шли, изошли. Как бы тоже такой момент, да? Тоже, та-та-та-та. Ну, в общем, интересно, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Это просто, опять же, это, как бы, такие, знаете, вот приколы такие вот, которые библейские. То есть, если жена отошла, изошла, вернее, произошла из мужа, а дети из мужа и жены, ну, как бы, что-то такое, вот оно есть, такое интересное, да? Вот, ну, у меня не хватает дальше этого идти, честно говоря, я не буду там параллели какие-то проводить, я просто говорю, интересно. Вот, так вот, глядя на образ Божий в Писании, мы видим несколько личностей, которые имеют иерархию, находятся во взаимной любви и почитании, и не поддающимся логике единства. Мы не понимаем, как такое единство, оно может быть, вот, что такая взаимная любовь, и такое почитание, да? Вот, в отце и сыне. Иоанна 10.30. Я и отец одно. Я просто хочу понять, они успевают или нет? Иоанна 3.35. Отец любит сына и все дал в руки его. Вообще, я просто не знаю, как они успевают. Я все время удивляюсь, но они мне не говорят. Это молодежь наша такая талантливая. Вот, итак, я и отец одно. Отец любит сына и все дал в руки его. Иоанна 14.31. Но чтобы мир знал, я люблю отца, и как заповедовал отец мне, так и творю. Иоанна 8.49. Я чту отца моего. Иоанна 5.30. Не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Мы видим вот это вот невообразимое единство, почитание и так далее, да? Вот, то есть мы, это мы говорим о Боге. Но то же самое, друзья, Писание говорит относительно отношений в семье. Бытие 2.24. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут они одна плоть. То есть они будут едины, да? Они будут настолько едины, что трудно отличить будет, да? Ну, как одна плоть. Ефесянам 5.22.25. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, так и Христос глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь, может быть, женщина может огорчить вот этот, вот эта вот иерархия, да? Что, вот, ну, необходимо как-то повиноваться. Но это отдельная тема, друзья, для разговора, для изучения. Вот, сейчас вот наши новые молодые пары, они проходят уроки, да? Вот, создание семьи. У них там больше десяти уроков. Вот, они как раз вот эти моменты, они проходят, и пастора с ними проводят эти занятия. Доблазил вас Господь, друзья, чтобы вы все поняли, да? Вот, и приняли, вот. Потому что в этом великая тайна. Потому что, ну, трудно представить вот этот вот уровень этого повиновения, да? И трудно представить уровень вот этой любви, чтобы женщина, она самостоятельно, добровольно, она повиновалась. Потому что, почему? Да потому что вот мы люди, такие человеки, испорченные, да? Вот, и не все у нас, говорится, получается. Но это замысел Божий. И раз апостол Павел говорит, значит, это возможно. Он говорит не просто там в качестве такого общего повинения. Нет, он конкретно говорит, вот так должно быть. И детям, он говорит, тоже должны повиноваться. Вот. Ну, почему это все? Мы немножко позже об этом и говорим. Итак, мы видим, что апостол Павел говорил о взаимоотношениях в семье, между мужем и женой. Смотрите, он как бы выносит эти отношения за рамки земли, условно говоря, за рамки, ну, чего-то физического, материального мира, да? Он говорит, ваши отношения, вообще-то, в семье, они как у Христа и церкви, они невообразимо сакральны, невообразимо божественны, да? И они что-то отражают. Они отражают. Мы с вами уже начинаем понимать, да, друзья? Вы согласны с тому, что они отражают природу Божью? То есть, если мы говорим, что Бог, значит, он... То есть, это составное единство, да, в котором есть иерархия, в котором есть взаимное почитание и взаимное единство, да? То же самое мы видим, друзья, то же самое мы видим и в семье. Это то, что замыслено Богом. То есть, мы понимаем, Бог, да, вот, значит, семья тоже отражает Бога. И теперь вы понимаете, насколько важно, чтобы семья, она была в Боге, чтобы она создана была в Боге. Теперь вы понимаете, почему Павел говорит, женитесь, но только из своих, из верующих. Ну почему? Ну потому что не будет вот этого, не будет этого отражения. Рано или поздно где-то будет наклон лодки, да, возможно, крушение и так далее. Не надо, не надо испытывать. А уже если создали семью, то мужчина, он должен быть священником. Аминь, друзья, аминь. И я вам хочу сказать, что никакая женщина, она не будет спокойна, почему? Если мужчина не будет священником, если он не будет знать Писание, исполнять его, практиковать в своей жизни, она будет неспокойна. Даже если он будет трудяшкой, понимаете, все равно она будет чем-то им недовольна. Почему? Полноты не будет. Не будет полноты. Любая женщина, она инстинктивно будет чувствовать что-то не то, что-то какая-то есть неправда во всем этом. И в этом есть какая-то, как сказать, непрочность. Вот, вот что я хотел сказать. Какая-то непрочность. У меня был, я вам хочу сказать, у меня был один товарищ, такой серьезный бизнесмен, ну, короче, серьезный бизнесмен вообще. Ездил на джипе, вот, значит, как серьезная компания. Потом как-то так пошло куда-то не так, значит, что что-то не так. И жена, она его бросила. Оказывается, за это время, за последние годы, она там накопила денежек, ну, там ей там дает, там одно, второе, третье. Вот, накопила куда-то и ушла от него. Вот. И он такой в непонимании. Ну, он как бы верующий, но у него уже пошли игры с Богом. Знаете, такое ощущение уже было. Вот. И он пришел ко мне, вот, а я тогда еще молодой верующий, но я говорю, ну, я как бы сложная ситуация, не очень я тебе могу посоветовать, ну, я знаю человека, он в Киеве, а ты же в Киеве там тоже. Вот, иди к нему. Вот, я его послал к Дмитрию Юткевичу. И вы знаете, какой вопрос ему задал Дмитрий? А ты был священником в своей семье? Ему нечего было отвечать, друзья, потому что он не был священником в своей семье. Понимаете? Таким образом, таким образом, вот каждый элемент, понимаете, вот каждый элемент вот создания семьи, ее функционирования, да, он направлен прежде всего, он должен быть направлен прежде всего на Бога, на познание Его. И самое, что удивительное, то же самое мы видим и в замысле Божьем относительно и общины Церкви Божьей. Вот смотрите, Римлянам 12, 5. Так мы, многие, мы, многие, составляем одно тело во Христе. А поле, мы, ну, один для другого члены. Одно тело, да? Чувствую, тоже один и тот же разговор, он идет, понимаете? Вот это замысел Божий, друзья. Вот на самом деле, вот на самом деле, вот семья, и семья, и община, понимаете, ну, они, ну, что такое, они имеют, возможно, такой формат, о котором мы даже иногда не задумываемся. Ну, семья, ну, что там такое, ну, мужчина, женщина, ну, поженились, ну, разженились, там, еще раз поженились с кем-то там, разженились. Вы понимаете? Нет, нет, нет в этом благоволения Божьего ко всему, поэтому женятся, разженились, очень, очень, очень легко. И не всегда, и всеми верующим, к сожалению, крепки, почему? Потому что что-то не исполняется в этой семье, или создание семьи было неправильным изначально, вот, основы были неправильные, или грех там был какой-то, тоже такие семьи видел, вот, или мужчина там не исполняет свои роли, или женщина настолько строптива и ест, друзья, настолько строптивы, непокорны, которые вообще удивляются просто, там, понимаете, как они вот вообще на все святое плюют, хотя там в их жизни по 30 лет они в Боге, да, и многое прошли, и многое знают, и закончили, такие закончили университеты, и такие школы, я вам передать не могу, а в семье, ну, вот это вот, слово сейчас вот забыл, необузданность, вот, необузданные просто, понимаете? И семья в развале, вот сейчас вот мы с одним братом проходим, как бы этот, путь такой, понимаете, семья, в общем, женщина, она просто необузданная, и такое тоже бывает, мудрая женщина, она созидает свою семью мудростью, да, вот, а глупо, она ее своей необузданностью, она ее разваливает, то есть, здесь, понимаете, здесь и мужчины, и женщины, здесь они такие ребята, так скажем, всякое бывает, к сожалению, и в христианских семьях, поэтому надо понимать, вот это изначальность замысла Божьего, относительно семьи, относительно общины, и Ефесянам 4, 11, 16, и раз мы одно тело, раз мы одно тело, то он поставил одних апостолами, пророками других, иных инангелистами, иных пастырями, учителями, для чего? К совершению святых, для того, чтобы святые, то есть, все вы, да, он дал вам пастырей, там, там слово дал, там, оно там носит оттенок, ну, подарка, то есть, даровал, он даровал, для чего? Да, чтобы мы не были необузданы, да, чтобы мы понимали замысел, чтобы нам легче было возрастать, да, он дал нам, вот, вот эти вот служения, чтобы они помогали вашему росту, нашему росту, мы все друг друга имеется ввиду, вот, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, пока мы не увидим Бога таким, какой Он есть, пока мы не протрем вот эти наши стекла, наши внутренние нечистоты, да, вот, пока мы не превратимся в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, ну, то есть, такого человека, который будет на мир смотреть Божьими глазами, и поступать будет соответствующим образом, вот, истинную любовь возвращали все в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в меру каждого, это еще есть одно место, да, которое, ну, вот оно у меня, вот точно так же, как то место, о котором я вам сказал, да, про нежность, да, оно меня тоже смущает, каждого члена, вот, то есть, то есть, если человек считает себя членом общины, то он что-то должен делать в свою меру, я хочу сказать, что это далеко не все делают, далеко не все делают, к сожалению, понимают это, и тогда получает приращение, ну, то есть, получает возможность для роста самого себя в любви, уже немного осталось, друзья, я же сегодня не говорил о том, как, да, я говорил, почему, то есть, я хотел, как бы, больше рассказать, почему, почему, я хотел вот рассказать, почему, знаете, вместе с вами мы проходили вот это время, начальное военное время, да, вот, община ополовинилась, вот, и мы вместе восстанавливали, восстанавливали общину, служение, да, вот, и мы многого, мы многого достигли, то есть, мы сейчас, реально, мы обновленная община, вот, которая, она произрастает из той общины, которая была, но тем не менее, мы обновленная община, которая может многое, вот, скажите, вот, как круто было, когда вот мы проводили, да, вот, вот это вот мероприятие, когда, для 150 человек, ну, круто было, я не видел, я вот за все годы жизни вообще, я не видел, настолько круто мы можем эти вещи делать, вот, понимаете, вот такие, организационные, но с другой стороны, друзья, знаете, что меня смущает, а сколько людей пришло, с того мероприятия к нам, сейчас, вместе с нами, то есть, захотели быть, как мы, сколько, немного, так вот скажем, так не будем смущать друг друга, да, но скажем, немного, и я понимаю, знаете, что мы должны делать, мы должны быть активными, мы должны делать проекты, мы должны, вот, должны, вот это все, вот этот движ, это классно, да, это Божий движ, да, когда мы достигаем людей, когда люди приходят, когда мы идем к людям, когда мы свидетельствуем, когда люди понимают, принимают, превращаются в образ Христов. Это все классно, оно должно быть, но для этого что-то должно быть в нас. Друзья, люди, они идут на Божью славу. Они идут не просто на проект, они идут не на мероприятия, они идут на Божью славу. И я ревную о Божьей славе в нас. Понимаете? Я ревную об этой Божьей славе. Я не хочу сказать, что ее нет. Нет, друзья, мы же все хотим большего. У нас, слава Богу, у нас появились новые члены, мы возросли, проходят членские курсы, крещение, все идет. Я не знаю, как вы, друзья. Я хочу больше. Я всегда хочу большего. Мне интересно видеть больше Божьей славы, которая является, друзья, теперь мы же понимаем, о чем говорим. Божья слава, она в нас. Она должна быть у нас, ну так вот скажем, да? Она должна сквозить во всем. О том, какие мы прежде всего, да? Ну вот как люди, понимаете, они на Божью славу, они слетаются как мухи на мед, понимаете? То есть мухи на мед, пчелы на мед, я прошу прощения. Как пчелы на мед они слетаются, да? То есть они видят, что там что-то хорошее, мы полетим туда. Да все слетаются, мы сами были мухами, знаете, прилетели на мед, и слава Богу, что не улетели. Вот, значит, ну, это, вот смотрите, в деяниях, помните, значит, и Бог прилагал, там строка такая есть, ну, про Первую Церковь, и Бог прилагал, ну, как бы, сейчас не помню, новых членов общины, да? То есть церковь постоянно возрастала, почему? Бог прилагал. А почему прилагал? Да потому что они были, вот это сияние Божьей славы, потому что мы видим, в каком они единстве были, в какой любви они были, да? Вот, то вот это сияние, оно передавалось. Я тоже хочу приобщиться к этому, я туда хочу прийти, я хочу вместе с ними побыть в этой атмосфере, я хочу быть такими, как они, я хочу поступать так же. Друзья, первая община в Иерусалиме, она насчитывала несколько десятков тысяч человек. Несколько десятков тысяч человек. Ну, это там, если посмотрите в Дианах, там, где, там прямо не говорится цифра, но когда именно те слова, которые применяются, они говорят о не тысячах, а десятках тысяч человек. Вот, что делала Божья слава в первой общине. Там были апостолы, которые видели Ешо, понимаете, они могли передать вот этот незамутненный образ, да, своей пастве. И вот это вот, друзья, вот это вот, оно, мне кажется, оно, вот, должно нас тоже как-то, ну, вот, знаете, вдохновлять, направлять. У нас не должно оставаться спокойными, да, вот пока мы вот этого не увидим. Понимаете, когда мы однажды скажем друг другу, нам некуда людей уже умещать. Пока мы не можем сказать, да. И не только мы, и другие общины, друзья, почему мало Божьей славы. И исцеление, да, они будут привлекать людей. Человек получит исцеление, уйдет. Почему? Он не увидит и той Божьей славы, которую хочет видеть Господь. Того единства, того почитания с нежностью. Если человек скажет, я там был среди них, да я вообще, я что-то, я в шоке, они такие вообще не такие. Мы когда, мы когда сватали нашу невестку Ирину, мы были в ее семье. Мама, девять детей, да, там братья, братья, сестры, там эти зятья, там и так далее. Значит, там больше 20 человек было, и они готовили угощение. Приехала наша Ребе, приехал пастор Ирины, приехал, да. Вы знаете, что у меня, я всем об этом рассказывал, я такого не видел никогда. Они, вот эти вот женщины, их там было человек 12, ни разу я не услышал шиканье. Шиканье, ты что не видишь там этот, давай, давай. Ни разу. Они все делали свое дело, ни разу. Я всегда об этом рассказываю, уже раз 50 об этом говорил, да. Вы понимаете, друзья, это как раз тоже один такой маленький-маленький лучик Божьей славы. Почему? Потому что это семья верующих, она из пятичинской семьи, вот, глубоко верующих. И там так были воспитаны дети, понимаете. вот это, оно привлекает людей в нас, оно привлекает. Да, оно есть, и поэтому, буквально еще минутку, да. Поэтому, смотрите, я просто вот перечислю, как бы вот, то, что Бог хочет от нас, да. И вернусь опять к этому слову. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте. Но будьте друг другу добры, сострадателем, Тимфесянам 4.32. Прощайте друг другу, как и Бог во Христе просил вас. Друзья, люди, они абсолютно разные. Я когда-то работал военным психологом и тестировал, тогда было это новомодно, тысячи людей, и я вижу, видел, как люди, их можно пощупать изнутри. Почему? Потому что с помощью этих тестов ты видел, что люди, у людей есть некие психические, психологические, вернее, образования. Ну, это характеры там и так далее, да. И они как бы заложники, вот человек приходит, вот, и он вроде бы хочет быть другим, да, а не может, почему? У него уже заложено вот это. Это только потом, оно исправляется Христом, отношениями, оно врачуется, там, там, елее мажется и так далее. Но все потом проходит, ну, то, что плохое, потому что много хорошего также тоже есть, понимаете? Нам нужно, почему нужно общение? Вот для этого, чтобы понимать друг друга, быть сострадательными друг к другу, понимать, что все не будут думать так, как вы думаете. Ну, не будут, люди не такие разные. Иногда удивляются, как люди думают, иногда это понимать. Со всяким смиренно мудрением и кротостью долготерпением снисходят друг к другу любовью. Смиренно мудренность, кротость, долготерпение, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ну, вообще, да? Вот, что Бог видит в нас, да? Вот, что является Божьей славой. Служите друг другу тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Это 1 Петра 4, 10. Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему. Истину, то есть, не льстите, да? Но говорите, например, обсуждая, человек тебе что-то, на что-то жалуется, там, на пастора или что-то. Ну, ты говоришь, ну, по истине вообще-то вот так вот. Ты не права, моя сестра или мой брат. Надо было вот так вот. Поэтому пастор тебе, в общем-то, правильно сказал. Это истинно. Мы должны основывать свои суждения на истине. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, евреям 10, 24. 1 Петра 5, 5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Мы уже говорили, что друг другу тоже мы должны повиноваться. Свеже подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным, мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И заканчиваю, заканчиваю, друзья, 1 Петра 3, 8, 12. Наконец, наконец, вот подводя итог, да? Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны. Не просто быть там служителями, вы призваны каждый день, каждый из нас, мы призваны к этому, быть вот такими вот людьми, являть Божью славу в своем характере, в своем поведении. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык своего от зла и устасывает лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, стремись к нему, потому что очи Господни обращены к праведным и уши его к молитве их. Есть воздаяние за это, друзья, есть воздаяние. Если мы такими будем, Бог будет слышать наши молитвы. Но лице Господне против делающих зло. В общем, друзья, я больше, видите, как бы не учил здесь, а вот так давайте, а вот так, да. Почему? Вопрос, почему? Потому что Бог такой. Вот ответ. Семья должна быть, потому что Бог такой. Община должна быть, потому что Бог такой. И семья, и община мы отображаем и должны, вернее, отображать Божье естество. И в этом будет его слава и наша будет слава. И тогда он будет прилагать людей. Он скажет, этой общине я направлю, этой общине я дам, я доверю ей больше людей. Он доверяет нам, слава Богу. Ну, он говорит, больше. У нас большой зал, друзья. У нас большой зал. Мы там можем вместить много. А если надо, мы можем сделать несколько служений. Понимаете? Ну, и знаете, что я, когда, опять же, я, когда вижу огромную задачу такую, да, вот, я понимаю, что я не могу сказать, а вот поэтому давайте мы там вот сделаем так-то и так-то, да. я говорю, Боже, помоги нам. Да? Давайте мы склоним сейчас свои головы. Боже, мы, приходя к Тебе, глядя сейчас вот сквозь призму Писания на Тебя, на Твоего Сына, Божий Господь, мы говорим, Ты велик, Боже, Ты чудесен, Ты чуден, Боже. Твое сердце, оно впечатляет нас, оно привлекает нас, оно влечет нас к Тебе, Боже. Оно влечет нас быть похожим на Тебя, потому что Ты сотворил нас для этого, чтобы мы отражали Твою внутреннюю сущность, чтобы мы во всем были по образу и подобию Твоему, Боже. Боже, мы хотим быть такими, мы соглашаемся, мы соглашаемся, друзья, аминь, мы соглашаемся, Боже, в том, что мы хотим быть похожими на Тебя, мы хотим идти по этому пути преобразования нашего внутреннего человека, нашего мышления, нашего характера, Боже, наших отношений, Боже, в угоду Тебе, и для того, чтобы мы отражали Твою славу, мы хотим видеть Твою славу, Боже, мы называемся свет Мессии, Боже, мы хотим этого, мы хотим быть этим светом, отражающим Тебя и Твой характер, Боже, мы хотим быть похожими на Тебя, прости там, где мы еще не такие, прости там, где мы не являем этой славой, Боже, научи нас, Боже, пусть вот каждое наше общение, Боже, каждое служение, каждое прославление, Боже, вот, каждое вот все, что мы проводим, вот, пусть оно все, оно содействует этому, Боже, чтобы мы все более и более и более отражали Твое естество в себе, в семьях, в общине, во имя Ишоа, Аминь.